всем привет еще раз дорогие друзья мы вернулись привет у нас в гостях на этот раз разработчики ребята из панзар дмитрий морозов и никита ульянов пиар-пиар-пиар-пиар ребята из панзар есть одна игра называется на панзар почему ваша фирма так называется это длинная история на самом деле я могу конечно покороче рассказал ой там был прикол в том что бы изначально должен быть называться как форжа и случилась такая небольшая неприятность на территории европы некая небезызвестный гейм-воркшоп увидела нас искала у нас книжка у нас книжка такая же мы называемся форжа бакеус это наш но не очень кайфлом да да и мы такие ну а чё панзар хорошо панзар панзар а чё такое знаешь я хотел прикольнуться типа фирма панзар игра панзар но ты ответил даже лучше чем я рассчитывал отлично хороший старт я знаю что у вас сейчас серьезные движ у нас игра вышла два года назад уже или 33 уже вот вы захватываете китай может расскажешь что не все знают не все смотрят наши стримы с вами по панзар поэтому мне кажется сказать вообще такая здоровская история мы все время как бы хотели выйти на другие рынки попробовать посмотреть как работать там и случилось так что вот с недавнего времени мы работаем с перфектволдом перфектволд я думаю знают все мало того перфектволд нам стал интересен тем что они работают с дотой если вы не знаете да это издатель дотой издатель китая дота и как бы там так получилось вот есть инцидент есть ну как волос дайс как волос русская вот эффектволды есть доты и как бы вот грубо говоря проект партнер будет панзар вот и чтобы игроки из доты уходили не не влога это в панзар не ну как бы есть такая есть так так такой такая тенденция то что люди играющих в доту не играет фон но люди играющие в доту играют смайд и люди играющие в legal джесс тоже играют смайд поэтому как бы эти проекты друг другу не мешают еще также панзар не мешает доте мы знаем что у нас есть много еще пользователей которые играют и в доту и панзар и как бы для них вы сейчас это как позиционируетесь в итоге как моба или нет ну сюда как мы мы позиционировались в принципе так и остаемся то есть это такая сессионная игра где быстренько зашел ты сам определяешь сколько ты хочешь играть мы же играли ну да играешь да я это как раз вот по мне это не дота вот но по моему миру не дота смысле не мог бы это же мультиплеер онлайн до этого же вообще любую игру тогда в принципе мы просто когда игру делали у нас было такое желание мы не хотим чтобы игра съедала определенное количество времени чтобы не было такого что вот если я зашел мне обязательно там часик посидеть чем по делу да мы хотели чтобы длина сессии она была кому как удобно потому что мы понимаем что люди как бы часто не только дети играют взрослом среднем минут на 15-20 10-15 минут то есть мы вычислили что это для нас хорошее время можно целый день просить это не проблема можно когда стрим время пролетает очень быстро там можно залипнуть особенно когда ты с блоком разбираешься как блокироваться да 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 потому что мы сейчас тоже игра мир очередной что кстати на играми расскажи пригласить еще а приходите два дня игра мира те кто будут заходить чтобы можешь сказать где ваш стенд кстати чтобы стенд у нас в углу рядом с варгеймингом еще там такая виртуальная штука пом как это крутится у нас на самом деле на стенде в 12 и в три часа каждый день проходит несколько турниров для посетителей они играют с опытными игроками но опытные игроки поддаются ну там пять на пять нестандартный формат а я бы тоже бедные бедные игроки вот и соответственно он болеет и вот и вы приходите пробуете вам объясняют базовые какие-то вещи после чего ценные подарки там призы опять же у нас для всех посетителей игромира кто решит потом поиграть в панзар сейчас акции проводится нам даем промо кода и более удобный старт для игроков можно просто дать и к нашей буточке там есть открыточки на них написано все что надо сказать что вы от игромании да скажите от игромании получите все вне очередь но это это мы так думаем вот и я вот просто продолжать ему очередной раз подошел увидел как они сами сидят блок держи да вот просто катастрофически причем я уже очень долго внутри студии что же какие-то там движение происходит я уже очень долго на протяжении двух лет прошу вы ребята давайте вот до пятого уровня показывать всем что вот приходит урон блок нажимай кнопочку бог как есть некоторые пусть это будет навязчиво это надо показать потому что основа игры а люди как вот привыкли они вот уже смотрю блок лизер подходит да ну это стандартно для всех игр механика то что такое блок редко сказать в любой другой в мобах же нет блок а у нас нужно этим работать как ты в каунтер страйке приседанием работаешь это точно такой же элемент быстрой игры люди не знающие об этом думают что сбаланс какой-то или еще что-то скажи вот игра меняется сразу как-то будет так мне когда мы играли мне кирилл сразу сказал что блок это главная единственная кнопка который должен забыл так я настолько запомнил то что даже я блокирую не берите меня защищенным да да что даже некоторые моменты мне же гляд отпусти бы хватит вот очень круто и ну-ка я как что придет вот так вот что придет естественно как бы чтобы наш проект ближе к такому большому проекту как дота китайскому игроку ну да надо сказать что дота в китае она не ничем практически не отличается золотые дубины же будут естественно да они просто на самом деле как бы многие думали что там какая-то другая монетизация будет какие-то они абсолютно такая же как и везде то есть там магазин кастома красочки украшалочки естественно с местной спецификой это там золотые дубины насколько я знаю да я не играю в мобу но кроме вашей но блин я не воспринимаю как моба но это ладно опустим я знаю что китайцы китайцы очень любят китайские игроки любят еще все золотое очень любят это действительно так вообще странно ну нет ну есть свои специфики как золотые золота не удивился цыганские игроки любили я не уверен что есть вообще цыганские игроки же желтый золотой красный золотой это что такое достаточно стандартное сочетание тоже верно вот и они как бы почему у нас нету релиза прямо сейчас казалось бы дачу игра готова бери китайский рынок нет они сказали что ребят на все по серьезному вы должны соответствовать уровню проекта вместе с которым вы уходите и надо его добиливать нужно больше золота вот мы год уже не год сколько спасибо почти год мы добавляем золото вот еще а это будет для китайского рынка или будет общий мы решили в начале такие подумали типа по раздельному будут но они постоянно как бы новое предложение выдвигают и когда вот первое предложение мы считали что нет в разделе а наши игроки не будут хейтить вот это все золотое ну там же не золото дело на самом деле чисто вот такая локализация она не очень серьезно наши же обычно хитит но не потому что им это не нужно просто потому что она есть вот у нас некоторые были недовольны тем что мы поубирали черепа понятно китайское правительство нужно показывать версию обязательно каждая игра проходит через одобрение китайского правительства и для того что она прошла да они присылали список там что должен быть убрана там вот здесь черепа должны убрать там это вот не красное синим и поле того что даже маленькие иконочки перерисовывали они вычитали что здесь там есть какой-то некая ассоциация с чем-то духом каким-нибудь нехорошим надо убрать перерисовать вот мы эту адаптацию сделали как бы ну кто-то вообще не заметил допустим кровь на скотт момент была темно-красная стала темно-фиолетовая кто-то заметил не заметил что панзария не это главное но там не круга это не так уж много да мы не мы не как бы не работаем на на жестокости какой-то поэтому для нас это не очень-то важно мы сами когда переделали я попросил так офисе никому не говори что кровь поменяли я потом схожу и узнаю заметил там теле нет заметил буквально один-два человек и разработчик такой что у нас была кровь и вот мы сейчас полируем игру сейчас будет первый патч который несет себе очень много именно пожеланий от китайских наших партнеров пока еще не ничего не накатывали серьезнее сейчас только стопроцентный крафт тоже от китайской даже да это многих порадовал сейчас у нас очень давно просили говорят хватит нас мучает вот это все время там шансов это хватит давайте вот просто вот мы играем и получаем и мы наконец ну не сдались наверное я ли не с честно этому рад я рад всему чему рады игроки есть некоторые реальности которые не позволяют сделать но даже вот сейчас мы наконец сделали так чтобы не ломать теперь не ломается вещи можно спокойненько крафтить все потихонечку это вот первый маленькой змеи а скоро будет большой патч на мой взгляд очень крутой там еще поменяется ты помнишь панзар текущий и зайдешь в панзар который будет буквально ближайшее время твоего не это патч которым еще интерфейс там поменяется интерфейс там добавится очень много всяких удобных вещей потому что они сказали что ребят как бы у вас все здорово будет здорово и нужно больше информативности больше состязательных всяких вещей типа там чтобы люди между друг другом соревновались типа я вот там у меня винрейт такой а у тебя винрейт сипой я допустим с боев столько-то на выходил а ты вот ни одного не выходил всякие-всякие разные статистики там сколько боев там всякие там вообще вот мой кпд моего персонажа я могу сам посмотреть и могу другим показать это очень полезно для таких соревновательных игр потому что я вообще не знаю как мы без этого до сих пор существовали это просто мастхэп хорошо ездить в китае иногда на самом деле тут дело в том что мы сами это хотели долго еще сделать спасибо китайским партнерам что они так как бы подтвердили наши не нужны понятно чтобы что-то сделать надо что-то туда вложить силы и деньги как бы не всегда есть возможность они да они дали хороший импульс чтобы мы сделали много новых полезных вещей игроки я думаю они это цену мало того ты помнишь что у пве эксклюзивчик вам чуть об этом мало кто еще знает эксклюзив на игромании резеки романии мы будем делать полностью пве режим сюжетно-ориентированный он будет не не сюжетно-ориентированный мы больше нацелены на то чтобы было интересно его проходить много-много раз мы сейчас сделали как у нас всего три карты на бве да они как бы разнообразие вносится за счет того в основном что игроки делают потому что они создают тот самый рандом но мы понимаем что это недостаточно то есть это как бы все равно маршрут один и тот же мог бы спаунить себе сделать как местах она как бы ну нет ничего хуже однообразие ну да вот и мы решили сделать такой режим который будет все время каждый раз раз чтобы было интересно много и мы могли его хорошо расширять а как он будет выглядеть если можно разглашать эту информацию я думаю мы можем сказать мы еще как бы я не могу сказать до конца всех деталей потому что мы вот только-только можно сказать двинулись в этом направлении но работа идет так быстро и поэтому я не думаю что мы там через год только представим я думаю более в каком-то обозримом будущем будет мы будем рандомно составлять локацию в зависимости от сложности у нее будет разная длина это будет не совсем на diablo похоже но это будет больше исследования то есть если раньше мы рассчитывали на то что игроки их успешность прохождения зависит от слаженности команды теперь мы переносим акцент на след чтобы было интересно походить посмотреть в этот раз там так маршрут сложился в другой раз по другому она оперативно она кооперативная будет насколько 6 человек этот формат останется то есть основная цель и останется прежним будет босс которого нужно будет завалить будут 6 человек который пытается пройти через этот маршрут если раньше маршрут был известен и все было известно то теперь вот это вот от точки старта до финиша каждый раз будет все время что-то новое здорово да и плюс мы хотим сделать так чтобы это можно было расширять 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 там добавлять новые какие-то мини кусочки и мини сценарии я думаю будет интересно заметил тренд последнего времени в фритуплее игры добавляют пве прям по вальму ну это это способ прослабиться на самом деле может тоже мы нас тут все говорят типа зачем вот пусть игроки которые приходят на форме часто говоря зачем это поэтому но ведь это способ как бы и побыть в игре и не напрягаться потому что когда ты играешь почти человек это всегда стресс стресс на а вот так вот чтобы именно вот я вроде хочу вот и обилки мне нравится не хочу как-то показа но не хотят подачат не хочу читать чат не хочу напрягаться это как бы надо понимать что Это тоже очень важно. То есть в игре надо еще иметь какое-то место, где не очень напряжно. Вот у нас сейчас, в частности, в ближайшем патче появится такая маленькая тренировочная локация, которая очень красивая, там очень классная музыка играет. И там можно просто прийти спокойно, выбрать любую обилку какую-то, позалипать, да, вот потренироваться, там поотрабатывать. Там тебя валят всеми параметрами, вот просто бесконечно. Вот, ты знаешь, у нас есть воля, да, которая... Да-да-да. Вот, и там воля просто на тебя сыпется, и, пожалуйста, делай, что хочешь. Там есть боты, которых можно побить, а они не... Ну, так, они что-то делают, но на тебя особо внимания не обращают. Вот, и это тоже хорошее место, где вот люди могут в спокойной обстановке, вот не так, как сейчас тебе раз, там, в бой сразу тебе, там, боти, давай бить, боти, давай бить, да, бочки, что это делать? А спокойненько прийти туда, понажимать, попривыкать. Причем мы как бы планируем, что это даже интересно будет не только новым игрокам, а и старым, которые вот, ну, мы делаем, мы же, там, добавляем его способности какие-то, как-то и меняем, чтобы прийти, просто попробовать. Кнопки настроить, попробовать, как связки работают. Запомнить, где блок. Запомнить, где блок, потому что там есть специальная зона для тренировки блока. Ну, прям специально, мы там выделили зону, вот туда можно прийти и тренировать блок. Вот, и мало того, там еще тебе прям показывают, блокируйся, блокируйся. Блокируй, Нуран, блокируй быстрее. Да, блокируй, да. Я хотел еще напоследок спросить, не хотите ли вы ввести, может быть, мы уже даже это обсуждали на стримах, я не помню, но на всякий случай, килл камеру? Кто убил? Да, да, кто убил, да, да, да. Мы нет, не хотим. Почему? Интрига. Ну, как-то не знаю, у нас же просто, понимаешь, это актуально в шутерах, наверное, когда тебя хэдшотят там или еще что-то такое. А у нас часто бывает такое, что, допустим, тебя месит 80% всего времени каком-нибудь берсерк, а потом кто-нибудь тебе делает добивающий удар. Ну, в принципе, да, наверное, с точки зрения, как его, именно киберспортивной составляющей, так как вы выходите на Китай, я думаю, что понятно, что вы... Да, у нас не моментальная смерть, поэтому тоже, опять же, как сепорт-классы показывать, они же вообще в убийстве, можно сказать, тут только опосредованно участвовали. Показывать тотем, это тотем поучаствовал в убийстве. В твоей смерти, да, и ты понимаешь, что это ничтожность, потому что тебя убила какая-то палка там, бьющая электричество. Ну, то есть тут как бы... Нет, это на самом деле глупый вопрос, я его потом вырежу. Вот. Ладно, да, я понял. Спасибо, ребята, что зашли. Спасибо. Я был офигенно полезен. Ты следил, чтобы Дима ничего лишнего не сказал? Нет, ты даже кое-что не договорил, но пойдем отсюда быстрее. Главное, быстрее бежим, да. Спасибо, да, у нас в гостях были ребята из Панзар, Дима и Никита. Спасибо, что смотрели. Да, загляните на их стенд на Игромир, если вы придете на Игромир, конечно же. Играйте в игру, надо вообще поддерживать российских разработчиков. Я считаю, особенно те, которые выходят на западный, на азиатский в данном случае рынок. Вот. И желаю вам удачи с китайцами. Спасибо. Больше золотых дубинок. Спасибо. Удачи, ребята, ждем новых новостей, ну а мы продолжим после небольшого перерыва. Спасибо.